Даро, дружище, смотри какую конфету принёс. Да-да, это он. Краш моего сердца, когда ещё никто не знал, что такое краш. Легендарная игра, которая, как по мне, покорила каждого, кто хоть раз в неё играл. И даже сейчас, в 2022 году, меня не особо коробило от графония, потому что по сюжету и геймплею она просто прекрасна. Главная фишка этой игры, как, наверное, и для всего Старварса, командная работа, чей вклад, по сути, куда круче, чем у очередного джедая. Каждый из героев имеет характер, свои черты поведения, ты всю игру наблюдаешь за их уважением к тебе, но иногда и под колами, если тупишь. Как они спорят друг с другом, кто больше убил и так далее. Причём командовать ими максимально просто, это не какие-то болванки, а полноценные участники твоей команды. Так, ладно, меня от счастья унесло, так что погнали, давай-ка уже к сюжету. Игра начинается на Камино, родине клонов, где нас и выращивают. Пройдя курс специального обучения, мы знакомимся с нашей командой. Мы клон-команда, или босс, или сокращённо 3-8. Наша фишка, страсть к нестандартному оружию, которым клоны обычно не пользуются, что и позволяет нам использовать оружие противников на протяжении всей игры. Наш цвет оранжевый. Фиксер, Дельта 4-0. Наша основа и опора, он наш заместитель и хакер. Микроволновку там починить, айфон, всё может. Рукастый, короче. Как дядя Женя с гаража. Но при этом всегда серьёзный, всё строго по уставу. Единственный, кто общается, использует только военные фразочки. Простого и душевного общения совсем не жди. Использовать любит стандартный бластер. Его цвет зелёный. Сэв, Дельта 07. Любит убивать и снайперскую винтовку. А также обладает самым сексуальным и брутальным голосом по версии меня. Да блин, ну ты сам послушай. Забавно, что он даже слишком жесток для клона. Что более чем проявляется в диалогах. Когда что бы ни происходило, он сводит под счёты убийств и желание кому-нибудь снести голову. Его цвет красный. Скорч. Дельта 62. Наше сердце и душа. А ещё стендап-комик. Вечно на позитиве и юморит. В основном, конечно, троллит Сэва. Он наш эксперт по взрывчатке. Склонный к разрушению. Словника-бомба, честно говоря. Да, и что логично, предпочитает гранатомёт. Цвет – жёлтый. После знакомства отправляемся на нашу первую миссию. На Джеонозисе. Нам предстоит найти и уничтожить лейтенанта Санфака. Высадили нас в разных локациях. Но по пути мы воссоединяемся в одной точке. Каждый, разумеется, появился в своём стиле. Со взрывами, болевыми на шею и прыжками, как в Сосине. Добравшись до Санфака, тот пытается удрать на корабле. Но чёткие снайперские выстрелы садят его обратно. Отряд под командованием Дельта-36 был потерян. Их миссия была уничтожить фабрику дроидов. Что наверняка существенно ослабит силы сепаратистов. Под землёй, конечно, фабрик много, и войскам до них не добраться. Но вот ключевые снести – это мы, пожалуйста. Разобравшись, мы благополучно сматываемся с фабрики прямиком на поверхность, где нас ждёт следующее задание. Нам предстоит добраться до неактивного главного корабля дроидов, чтобы проникли туда и достали коды запуска. Это даст размотать эвакуацию сепаратистского флота. Добравшись и попутно разметелив местное ПВО, наша команда разделяется, чтобы каждый из нас смог заминировать все критически важные части корабля. Ну и так как мы босс, конечно, попадаем в пекло – склад хранения супер-боевых дроидов. Добравшись до точки, запускаем червя для взлома защиты корабля. Код, конечно, вытаскивался не быстро, приходилось отбиваться, но мы справились и эвакуировались к чертям с собачьим. И вот с начала войн клонов прошел ровно год, а отряд Дельта в полном составе тащит республику на своих плечах. На окраине сепаратистского пространства обнаружен потерянный десантный корабль республики под крутым названием «Обвинитель», который исчез две недели назад. На разведку, разумеется, шлют нас, ведь мы профессионалы. Этот корабль когда-то был нашим домом, ведь именно сюда нас эвакуировали после миссии на Джианодисе. План был по-прежнему великолепен. Нам нужно было разделиться, так как корабль большой, а обследовать его будет так быстрее, начав с разных сторон. Короче, все как в тупом ужастике. Может пойдем вместе? Не, лучше разделимся, а так же быстрее умереть. Только куда мы торопимся, я так и не понял. На какую-то межгалактическую маршрутку, может быть, я не знаю. Все начиналось спокойно, но немного саспенса на нас, конечно, нагнала. Это странная тишина и темнота. В итоге Скорче, его по голосовухе, было понятно, что прибрали к себе, а Сэв вообще прикурил прямо у нас на глазах. Двигаясь дальше, мы встретили и братишку Фиксера, который единственный и остался цел. Ну, не зря же он наша правая рука. С ним мы добрались до места, где пинали ногами Сэва, а потом и Скорче с зоны тоже благополучно отмазали. Ну вот, команда мечты в сборе, пора напнуть Трандашаном, ибо нечего было брать корабль под контроль. Да еще и в кентах, имея сепаратистских дроидов. Просто, конечно, не было. Сепаратисты еще свой корабль прислали, чтобы отбить обвинитель. Плюс дроидов активировали. Пока советник Бродков вызывал с ближайших кораблей республики, мы мочили сепаратистов. А он достучался до капитана Талбота. С кораблем арестовывающий. Попутно ломая в ангарах силовые поля, чтобы бублики с дроидами не могли пролезть, добрались в последнем ангаре. Нас ждала конфета. Штурмовой шагоход республики. Усевшись с которой, мы очень здорово провели время и расправились с противником. Покинув ангар через подъемник, на котором был шагоход, побежали включать все, что есть на обвинители, чтобы защититься от обстрела сепаратистов по нашему кораблю. Чисто, чтобы время выиграть. Ибо после подлетел арестовывающий. Hello, motherfucker. И во главе капитана Талбота, мы начали шмалять со всех орудий и навтыкали супостату. Ну и вот тебе здрасте. Три года войны. Республика наконец-то услышала просьбу Вуки о помощи на их родной планете Кашик. Да блять, я не могу вы... Трандашане в пати с сепаратистами вторглись на их планету и устроили жесткую работорговлю. Советник вводит в курс дела, говоря, что наша ближайшая задача найти вождя Вуки по имени Тарфул. Недолго думая, мы находим этого Тархуна. Тут же к нам информация доходит, что на планете не только Трандашане, но и база сепаратистов, на которой сам Гривус, который армией дроидов управлял, и еще с Абиваном Каноби дрался. Это у... у... кто это? Да, ага. Ну и конечно мы не успеваем его перехватить, и он сваливает. Но тем не менее камео, конечно, прикольное. Начинается активное вторжение сил сепаратистов на планету. Нас направляют на Каширо, город Вуки, где им нужно помочь с врагами. В первую очередь нас волнует мост. Он соединяет две части города. И если его подорвать, главные силы сепаратистов не смогут добраться, а значит вторжение удастся прекратить. И тем самым обломать железяк. Только я так и не понял, как помешает вторжению с космоса пройти через мост, которого даже если не будет, типа... в чем проблема? Ведь как мы все знаем, если мост сломан, то его получается не обойти. Даже с космоса. Ну потому что... потому. До моста добравшись и установив заряд, он дает осечку. Поэтому мы забираемся повыше и бахаем его, постреляв с оружия. Мост взорван. Мы остались на той стороне, где больше всего противников тусуются. Откуда нас направляют обезвредить заминированные дроидами боеприпасы вукичей. С чем мы тоже, конечно же, справляемся. Ну потому что это мы. Далее предстоит наше финальное сражение. Мы пробираемся на самую верхнюю часть города, чтобы отвоевать это чертово дерево. Зачем нам это дерево? Да потому что так мы сможем обрезать линию поставок противника. И так мы их остановим. Сепаратистский корабль уже над самой верхушкой дерева. Нам нужно наверх, чтобы уничтожить его. Активировав генераторы для наших ракетных установок, отряд вновь разделяется. Каждому выделена своя аннигиляторная пушка, чтобы помочь развалить корабль сепаратистов. Открыв огонь по нему, мы сбиваем его с неба. После чего он рушится прямо на глазах. Мы, Фиксер и Скорч, объединяемся в точке встречи. Асеф передает, что у него проблемы. И столкнулся он с кучей противников. После чего мы теряем с ним связь. Конечно, тут же мы собираемся его спасать. Но советник как бы говорит, ну нет. Потому что у него другой приказ. От генералов джедаев. И мы, и Скорч, не хотели подчиняться. Но в итоге пришлось оставить брата Сева и свалить на корабль для эвакуации. На корабле мы узнаем, что наша миссия была разведывательной. А республика начинает полномасштабное вторжение в Кашик. Также на связь выходит мастер Йода, который прилетел лично руководить обороной. После чего мы отправляемся обратно принимать участие в этой полномасштабной войне. Вот, вот такой вот поворот, да. Если честно, капец как обломался, потому что, ну, мы потеряли Сева. При том, что продолжения игры нету вообще. Вроде как планировалось изначально, но потом что-то поменялось, забили на него и как-то все грустно. И поэтому для нас остается загадкой, что с ним стало и действительно ли он погиб. Есть, конечно, разные игровые теории, что он остался. Потом по приказу 77 он там среди как раз тех, кто наоборот против республики выступал, ну, и ставший уже империей. Что там сэв наоборот тусовался и потом мы объединились, и там началась прикольная всякая штука. Но, тем не менее, игра классная. Даже в 2022 году, проходя ее, несмотря на графику, она, как по мне, очень крутая. С какой стороны ни посмотри, это просто шедевр. Ну, и будем надеяться, что рано или поздно разработчики все-таки возьмут себя в руки и сделают продолжение. Думаю, большинство геймеров будут просто в восторге, потому что тут явно есть, что продолжить, тут явно есть, что развивать. И это была бы очень крутая серия. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрел до конца. Ну, и до скорой встречи, дружище.